Вообще не хочу никак грешить. Я хочу жить по заповедям Божьим и больше никак. А в миру так не получается. Я всей своей грешной душой люблю жену и детей и Бога. И хочу к Богу, хочу в монастырь. Прошу вас, помогите. С глубоким уважением. Максим. Вот вопрос. Как нам помочь Максиму, который любит Бога и семью любит одновременно, но почему-то видит выход в том, чтобы уйти в монастырь? Как вы считаете, отец Алексей? На первый взгляд, конечно, бывают разные ситуации, но из того, что здесь написано, мы прочитали только что это письмо, конечно, это неправильное решение уходить в монастырь в такой ситуации. Монастырь – это школа любви. И семья – это школа любви. И спасаться можно в миру, и в монастыре можно погибать. Поэтому, если человек любит Христа, других мотивов не может быть для ухода в монастырь. Знаете, иногда вот святейший патриарх Алексей покойный, он говорил так, в монастырь не уходят, в монастырь приходят. Я не хочу заподозрить, что автор этого вопроса, этого письма хочет сбежать от трудности, ребенок-инвалид, трудно зарабатывать деньги. Я не хочу заподозрить, что он хочет сбежать. Но, тем не менее, уход в монастырь – это такое призвание, это именно приход в монастырь. И тут очевидно, что такая подмена происходит. Вместо того, чтобы исполнить свой отцовский, супружеский долг, проявить любовь, научиться любви в семье, которая дана Богом, вот, значит, такой вот романтика, может быть, такая. Бывает такое встречается, особенно у людей, которые не очень давно в церковь ходят, но в начальных, как мы говорим, такой романтика, идеализация монашеской жизни. Это ошибка. В монастыре будет гораздо тяжелее. Я боюсь, что и время на молитву может оказаться гораздо меньше. А из монастыря уже не уйдешь. Здесь вот все-таки 20 лет семейной жизни, и два года назад вычислились. Ну, я понимаю, что могут быть разные нюансы, которых мы не видим, не знаем за, так сказать, строками. Но все-таки оставить жену – это тяжелая ситуация. Это как-то не по-христиански. То есть это бросит жену. Ребенок, инвалид, по всей видимости, занимает много времени, сил, там, и средств для помощи, для реалибитации, для каких-то медицинских программ. Ну, хоть какие-то деньги муж зарабатывает, хоть что-то он может делать, хоть в чем-то он помогать может. Яночка, любой брак – это работа такая очень тяжелая. Тем более в браке, где есть особенный ребенок, инвалид. Какой мы совет можем дать? Мне почему-то на ум приходят слова о том, что «любить» – это глагол. И человек говорит, я люблю Бога, да. И если ты любишь Бога, ты как раз и можешь эту свою любовь реализовать в семье, да, делами. То есть, Господи, я так Тебя люблю, что, может быть, я сейчас потерплю эту сложную ситуацию, да. Может быть, я буду жить с женой, с супругой, которая сейчас мне не близка духовно. Может быть, мне с ней сложно. Но родить себя я потерплю, поживу с ней, помогу вырастить детей, да. И, может быть, какой-то и будет момент, когда он сможет уйти в монастырь. Я давно сказал, что он любит свою жену даже. Он не только Бога, но он признался в письме, что он жену свою любит. Да. Так с Богом. И детей любит, и жену любит. Но ведь в монастырь уходит и когда есть семья. А есть же такие случаи, когда дети вырастают. Вот какие вообще условия? Ну, и была такая традиция у нас на Руси, когда преклонного возраста становились супруги, а родители преподобного Сергия Радонежского, не только Кирилла и Мария. Мы знаем такой пример. Но это не единственный пример. Была такая традиция в преклонном возрасте, когда вырастают дети, когда прекращаются обязанности. Понимаете, вот как-то мы были в паломничестве в Египте. Там экскурсовод нам замечательную вещь рассказал. У коптов это прям, знаете, зафиксировано в коптских монастырях. У нас это как бы понимается духовно, но у них прям это зафиксировано, правило. Что в монастырь не может уйти человек, который имеет хоть какие-то долги. Перед банком, не отслужил в армии. Родители требуют ухода. Там единственный ребенок, допустим. Тем более семья, собственно. Все это то, что ты должен выполнить. Это серьезная ответственность и обязательство. Конечно, когда и дальше, к примеру, стали преклонного возраста. Здесь обязательное условие, обоюдное согласие. Как это, в преклонном возрасте оставить жену 20 лет, тогда она там 40 лет проживет или 50 лет, дай бог. Что, тогда ее умирать одну оставить? Поэтому обоюдное согласие, если действительно так будет, то с Богом. Но мы ведь в монастырь уходим ради спасения. Семья, такая семья, это путь спасения. Не надо, ну, что ли, такой романтики, в кавычках, что ли. Я вот хотел один пример привести, очень интересный. Сейчас вот последние два года из-за пандемии, ограничений поездок на Афон, в том числе, афонские старцы, многие ведут вот такие онлайн-трансляции, беседы духовные. Да, в Москве освященники. Я, да, я интересный, я просто говорю, я видел вот эту духовную беседу, и как раз там вопрос один прозвучал по поводу семьи и ответственности перед семьей. Один человек говорил о том, что вот я очень много благотворительностью занимаюсь, а меня жена ругает, что ты вот все время всем, а вот семье мало времени уделяешь. И тут старец говорит, ты не прав, ты не прав, прежде всего семья. То есть есть два пути, монашество, служение Богу, или служение семье. Служение Богу, через служение семьи. Через служение семьи, совершенно правильно. Вот я как раз хотел про это услышать отец Алексея. Как вот быть в этой ситуации, когда человек не понимает, что служить семье, служить Богу через семье, это тоже долг. Я вам другой пример приведу об этом же. Что я не помню, кто из наших старцев, там, то ли отец Иоанн Кристиан, даже у кого-то из великих было, я сейчас боюсь неправильно сказать, значит, что священник, не мирянин, священник, прежде всего даст ответ за свою семью, за свою церковь малую. Если он не может управить свою домашнюю церковь, как он может там приходом или там духовными чадами окормлять. Поэтому семья, ответственность перед семьей номер один. Такие случаи очень часто бывают, когда человек прекрасный везде, а в семье-то нет. Или деспот, или, там, не знаю, времени нет на семью, каюсь. Я про себя сейчас рассказываю, не про деспота, потому что времени на семью нет. И в этом ничего хорошего нет. Вот если супругу будет смотреть, вот, и знаю, что я каюсь, что у меня нет времени на семью, это моя большая ошибка, постараюсь исправиться. Вот перед миллионной аудиторией пообещал. Нужно молиться о том, чтобы воля Господа совершилась. А вот, знаете, так и надо молиться. Господи, поступи со мной по твоей любви. По воле твоей пусть быть. Не как я хочу. Я хочу в монастырь. Мы же читаем, отче наш, не да будет воля твоя, Господи, как моя. Мы же говорим, Господи, а будет твоя воля, так и надо молиться. Господь знает желание сердца. Вы прошуете Бога, ничего не надо, Он все знает. Доверься Богу. Пусть Бог действует в нашей жизни.